Благодаря тому, что эта проделка попала на камеру видеонаблюдения, сотрудникам отдела по делам несовершеннолетних все-таки удалось отыскать маленьких злоумышленников. Ими оказались ученики другой школы. Теперь решается вопрос о постановке их на профилактический учет. С родителями проведена разъяснительная беседа. Им пришлось возместить причиненный их детьми материальный ущерб в школе. В связи с тем, что подростки не достигли возраста привлечения к административной ответственности, предусмотренной статьей 7.17, это умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, сотрудники полиции направили материалы проверки, проведенные по данному факту происшествия, комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения и принятия решения о постановке школьников на профилактический учет. На кадрах видно, как подростки зашли во двор образовательного учреждения и ногами повредили скульптуру. Произошло все это еще во время летних каникул. В гимназии негодуют, ведь медведя, которого своими руками сделали выпускники, разрушают уже второй раз. Это даже не то, что нам скорбно вот это видеть. Ребятишки своими руками сделали, и кто-то это пришел и разрушил, но это плачевно, это неприятно просто даже. Лапу медведю к новому учебному году подлатали. Фигура выполнена из монтажной пены, поэтому отремонтировали ее быстро и своими силами. В гимназии надеются, больше подобного с косолапом не случится. А проект «Лесная сказка», в рамках которого на территории гимназии появляются все новые и новые архитектурные формы, обещают продолжить, несмотря ни на что.